Ну опять же в нашем контексте мы это делаем позитивно, с улыбочкой. Если вы отказываетесь, не надо. Нет, Бройна, нет, 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 спасибо, спасибо, пожалуйста, пожалуйста. Нет, я не хочу, да. Сами с 7 утра приходите за ним. Нет, нет, это не мое, я хочу поспать. Хорошо, это мы еще будем возвращаться к 9 форме, а сейчас повторим, разучим 10 форму. Здесь можно немножко отдохнуть, ну как отдохнуть, позиция тоже низкая, но ваши руки будут как в облаках плавать. Форма называется облачные руки. Мы начинали с правой толкать, посмотрите, вот правая рука, опять же низкая позиция. Теперь, а левая здесь, я переношу вес тела на правую ногу, левая рука выходит под правую руку. Делаем. Еще раз, вот у нас было раз. И теперь посмотрите, закругленное движение, правая рука опускается, а левая проходит перед лицом. В эту сторону вдох, руки поменялись местами, а в эту сторону выдох. Тут непростая координация, я отдельно лицом к вам еще покажу. То есть руки меняются местами, сейчас правая рука внизу, левая сверху, а теперь левая снизу, правая сверху. И я переношу вес тела с небольшим разворотом бедер. Руки проходят перед собой. Если рассмотреть каждую руку отдельно, то она совершает такой круг или эллипс. Посмотрите, вот такое движение получается. Если вам сложно, вы можете поучиться потренироваться одной рукой отдельно поделать. Сначала правой, потом левой. Просто видите, в локтевом суставе. Запоминалка для домохозяек и домохозяев. Это я тоже сам придумал, мое ноу-хау. Саш, не отвлекай. Ладонь вытирает стол, а потом мы берем, смотримся в зеркало. Так, красоту на 8. Вытерли, посмотрели. А можно научиться одновременно протирать стол и смотреться в зеркало. Смотрите, видите. Раз. Теперь поменяю сюда зеркальце, взял это, вытираясь. Причем вы смотрите не в зеркальце, а сквозь пальцы туда вдаль. Через пальцы куда-то вдаль. То есть, вот такое, опять же, расфокусированное зрение. Плечи не напрягаются. Обратите внимание, у меня есть небольшой поворот вокруг своей оси. И есть перенос веса тела. Ошибки, которые часто встречаются, у вас тоже увидел, когда вы вот сюда заносите. Это все делается в этой фронтальной плоскости. То есть, видите, вот я перед собой. То есть, не надо закруглять их вот сюда, далеко. Вот в этой плоскости. В этой плоскости. То есть, поворот тела небольшой такой получается. В одну сторону вдох. Если когда вы координацию научились, можно подтянуть немножко дыхание. А в обратную сторону выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это хорошо. Остановитесь, расслабьтесь. Паузы такие, чтобы там нейронные связи образовались. Это движение встречается практически во всех стилях тэдзицуань. Оно используется, может, как боевое. Хотя выглядит так вот абстрактно. На самом деле, это одно из боевых движений. Но мы сейчас не касаемся этого аспекта. А для запоминания можно после того, как мы отказались от разных лишних вещей, можно покайфовать и заняться свободно, как в облаках парите. Заниматься ничем не заниматься. Заниматься самым главным. Получать удовольствие от жизни. Еще раз давайте сделаем вместе. Приняли положение. Вот после я закончил на левую руку. Левая рука впереди. Теперь переношу весь тело на правую ногу. Левая рука снизу, правая сверху. Вот здесь, вот так. Теперь левая рука будет подниматься, а правая опускаться. Руки, видите, поменялись местами. И вот ключевая точка. Вот здесь можно сказать, что ладони одна друг на другом. В одну сторону и в другую. Взгляд вот в сторону, куда руки, туда и взгляд. Но мы не смотрим конкретно пальцы, а как бы сквозь них смотрим. Плечи расслаблены, не напряжены. Начинаем со столба. Три базовые вещи и плюс настрой. И начинаем. Три базовые вещи и плюс настрой. И начинаем. 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 Еще раз делаю. Еще раз делаю. Еще раз делаю. Сочувствовали послевкусие, как мы чай, да? Попробовали и слушаем послевкусие.